Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Наталья Полякова. Сегодня в выпуске. Какие школы в регионе строятся, а какие капитально ремонтируют в текущем 2024 году? Губернатор Александр Богомаз на оперативном совещании обсудил вопросы, касающиеся общеобразовательных учреждений. А все детали расскажу вам я, Армен Марукян. Первенство Брянской области по легкой атлетике. О соревнованиях и их участниках расскажу вам я, Кирилл Новиков. Дядьковский район – один из промышленных центров нашей области. Именно здесь прошло выездное заседание профильного комитета Брянской областной думы. Подробности в нашем репортаже. Мини-копии настоящих архитектурных сооружений. Здесь представлено 30 экземпляров. Сделаны они из бумаги и картона. О выставке творческих работ студентов расскажу вам я, Армен Марукян. Уличная выставка репродукции картины с собраний Брянского областного художественного музея открылась на Кургане Бессмертия. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова. О сроках и цифрах в Брянской области продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ. Губернатор Александр Богомаз на оперативном совещании обсудил вопросы обновления общеобразовательных организаций региона. Лето – сезон, когда все школы готовятся к новому учебному году, а некоторые из них вовсе капитально обновляются. Федеральная программа модернизации школьных систем образования за два года помогла в регионе капитально отремонтировать 60 школ. Еще 15 образовательных учреждений обновили за областные деньги. В текущем году запланировано проведение ремонтных работ в 13 зданиях общеобразовательных организаций. Из них завершение работы в 2024 году запланировано в 6 зданиях, в 2025 году в 7 зданиях школ. На капитальный ремонт для оснащения 13 зданий общеобразовательных организаций предусмотрено 1 миллиард 359 миллионов рублей. Из них средства регионального бюджета составляют 94 миллиона 804 тысячи рублей. Во время ремонта учеников переводят в другие школы. Как пример, 13-я в Бежице или 3-я школа в Советском районе. Помимо этих 13 образовательных организаций, которые в этом году капитально ремонтируют по федеральной программе, еще 5 обновляют за областной бюджет. Региональная казна на это выделяет деньги ежегодно. Шесть из 13 школ, которые капитально ремонтируют, должны сдать в текущем году. Это 13-я, 52-я и 3-я школы областного центра, а еще Нетинская школа имени Левкина, Дядьковская гимназия, Городищинская школа Погарского района. На оставшихся семи объектах работы продолжатся в 2025 году. Сейчас стройки раз, второе – закупить всего оборудование. Не надо ждать. Не на новую школу не надо ждать. В ноябре месяце, чтобы потом объявлять торги. Торги должны быть сейчас приведены. Я сказал, уже не раз. А так у нас мы ждем, потом подхватываемся и бежим. Лишь бы как провести, потому что все сроки уходят. Совет губернатора подчиненным – отходить от сухих докладов, работать на местах, чтобы успевать в сроки. Надо знать каждую школу, как ученаж, что делается, что сделано. Для этого надо быть в каждой школе, хотя бы раз в неделю. Просто взять ради интереса и проехать. Выходные дни, приехать на стройку, побыть, посмотреть, сколько работают людей, что делается. А саму федеральную программу президент Владимир Путин предложил продлить до 2030-го. Это очередная возможность в ближайшие годы капитально отремонтировать оставшиеся школы старого фонда. Армен Мрукян, Дмитрий Матеров, Алексей Рязанцев, Брянск. Брянск с рабочим визитом посетила делегация Гомельской области во главе с заместителем председателя Гомельского обл. исполкома Дмитрием Олейниковым. О подробностях встречи с белорусскими коллегами в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Богомаз. Как рассказал глава региона, на встрече обсудили ход подготовки мероприятий, посвященных 55-летию международного фестиваля «Славянское единство», который состоится 29 июня в Брянске. Символично, что в этом году фестиваль проходит важный для нашего региона праздник – День партизан и подпольщиков, в котором, конечно же, примут участие наши гости из Братской Белоруссии. По традиции будет организован целый ряд мероприятий для жителей региона и гостей Брянской области, посвященных знаменательной дате, в том числе выставки, лекции, кинопоказы, международная научная конференция и многое другое. Ежегодно в дни фестиваля работает молодежный лагерь «Дружбы». Вместе с председателем Гомельского обл. исполкома Иваном Ивановичем Крупко обязательно пообщаемся с участниками лагеря – ребятами из Брянской и Гомельской областей, новых регионов России, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области. Ведь это именно им предстоит развивать наше государство, сохранять и приумножать добрососедские традиции и дружбу. Брянщина вместе со всей страной готовится отметить один из главных государственных праздников – День России. По этому случаю 12 июня в Брянске будет организован масштабный автопробег «Люблю тебя, Россия». Информационными партнерами акции выступили телеканал «Брянская губерния» и «Три-два-радио». Подробности акции можно узнать на нашем сайте губерния.тв. Возрастное ограничение 6+. «Люблю Россию» – не просто слова. Дело, идея, автопробег. В Брянске 12 июня в 19.00. Машины стартуют из Фокинского района и далее по маршруту. Проспект Героев, ЖД-вокзал, Славянский мост, улица Калинина. Сбор на парковке метро с 17.30 до 18.30. Старт в 19.00. «Три-два-радио». Включай «Три-два-радио». Музыкальное сопровождение в самое сердце тех, кто любит нашу страну. Организатор – Фонд защитников Отечества. Автопробег ко Дню России 12 июня в 18.45. Присоединяйся и ты. С собой берем флаги России и хорошее настроение. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Фильм брянского режиссера про огненного лиса побил рекорд по сборам в прокате. В ДТП в приграничье погиб 40-летний пассажир легковушки. Десятки аистов заметили в поселке Белая Березка. 40 пляжей готовы к купальному сезону на Брянщине. 29 июня в Брянске состоится фестиваль «Славянское единство». В Брянской области стартовал всероссийский фестиваль «Деснянский хоровод». В Брянском районе продолжается строительство дороги станция Чернетова, микрорайон Первомайский. В Советском районе Брянска с начала лета поженились уже 70 пар. В Брянске на корчеже выкупят 220 земельных участков и 183 объекта недвижимости. Еще больше новостей на нашем официальном сайте губерния.тв. Выпуск изделий из стекла и выращивания зелени. В Дядьковском районе развиваются производства разных направлений. В этом убедились депутаты Брянско-областной думы на воездном заседании Комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности. Изделия из стекла. Этим славится Дядькова. Сейчас в нашей и других странах знают сделанные здесь светильники и комплектующие для автомобильных фар. Несмотря на санкции, поступают заказы. Производство не снижает оборотов. Есть в России хорошие фирмы, которые могут переделывать электронику. Наши автоматы все импортные и сложность огромная. Мы такой автомат в прошлом году переделали. Полностью электронику, прекрасно работает. И сегодня цель на следующий год еще один автомат переделать. Уйти. У нас оборудование японское, итальянское, немецкое на сегодняшний день. Ну, все приводим в соответствие. Нет. Нет. Лучше работает, мы довольны. Рядом со стекольным производством цех совсем другого направления. Это на гидропонные и аэропонные установки. Вот это все, это гидропонные. Многометровые стеллажи с контейнерами салатов, руколы, бобовых, гидропоников действий. Круглогодичному производству больше 10 лет. Из выращивания зелени здесь не делают секретов. Мы вокруг оборвали листочки, срединку оставили. И через 10 дней мы вернемся на эту линию. Как удается привлечь и удержать людей на предприятии? Его место в экономике района. Вопросы, которые волновали депутатов. Суммарно на наших предприятиях работает более 250 человек. Зарплата у нас белая. Мы платим очень хорошие налоги, потому что у нас высокорентабельное производство. И, скажем так, люди ценят наши... Люди, которые работают на нашем предприятии, они ценят, они держатся за наш завод. Поэтому у нас вклад хороший. Очень, очень интересно. То есть, как говорится, кардинально. От стекла, от хрусталя к зелени. Очень интересно. Впервые присутствую на таком предприятии. Мы познакомились с производством, посмотрели своими глазами на то, как производится данная продукция. Очень интересно и очень познавательно. В Дядьковском районе 5 городских и 5 сельских поселений. Рост в промышленности и сельскохозяйственных предприятиях. Доходы консолидированного бюджета Дядьковского района в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на 207 миллионов рублей. И составляют 1 миллиард 700 миллионов рублей. В том числе 1,4 миллиарда рублей средства районного бюджета и 300 миллионов – это средства наших поселений. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района увеличился на 38 миллионов и составляет 513 миллионов рублей. Очень важно не просто цифры увидеть, которые мы имеем в отчетах, а еще и увидеть, как реально работают предприятия, как взаимоотношения, какие сложности существуют. Именно поэтому мы в течение года несколько раз и посещаем предприятия. Мы были на двух прекрасных предприятиях, увидели новое, увидели интересное предприятие. Это очень важно. На выездном заседании комитета, которое продолжилось в районной администрации, депутаты рассмотрели более 10 вопросов. Наталья Будник, Сергей Дюков, Дядькова. Сквер «Березовая роща» – это одно из любимых мест отдыха жителей Новозыпкова. Сейчас здесь проходит реконструкция по национальному проекту «Жилье и городская среда». Все работы планируется завершить в августе. Эта «Березовая роща» высажена в начале 60-х годов. С тех пор любимое место для прогулок и отдыха жителей Новозыпкова. Именно поэтому в прошлом году горожане проголосовали за благоустройство этого объекта по программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Работы были начаты, приступили к работе 8 апреля и по контракту они должны быть окончены 30 августа этого года. Работы ведутся по графику, опасений, что не успеют у меня лично нет. Выполнено около 40% работ. По словам представителя подрядной организации, сложностей не возникает. Подготовлено под асфальт, дорожка сделана, сделаны тротуарные дорожки, маленькая и большая, пересечение по аллее. Сейчас выполняются работы на основной площадке. Запланирован монтаж освещения и системы видеонаблюдения, обустройство детской игровой зоны, установка малых архитектурных форм, организация входной зоны. Обновленный сквер будет не только более эстетичным и удобным для прохожих, но и станет местом проведения городских мероприятий. Екатерина Зодина, Андрей Шевченко, Евгений Цветков, Григорий Дупанов, Новозыпков. Электросамокаты и другие средства мобильности под управлением несовершеннолетних. С приходом лета этот вопрос становится все актуальнее. Незнание правил дорожного движения, гонки, а затем травмы и разбирательство. В Клинцах работники администрации и госавтоинспекции провели рейд для юных владельцев транспортных средств. Безобидная, весьма недешевая покупка родителей. В руках детей без знания правил дорожного движения становятся причиной происшествий. Гонки по дорогам и тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах опасны не только для пешеходов, но и для водителей. По словам руководителя Клинцовской госавтоинспекции, с каждым годом проблема набирает обороты. Число самокатов, велосипедов, пидбайков и других средств растет, а вот возраст их владельцев, наоборот, снижается. У нас в городе очень много появилось пи-байков несовершеннолетних, которые управляют, не имея даже недостигшего возраста управления. Некоторых уже останавливались. В этом году уже 4 человека было отстранено. Они даже не достигли 13-летнего возраста. Родители покупают, не особо обращают внимание на то, что этот ребенок может разбиться, не зная ПДД. Познакомить юных клинчан с основами ПДД, предупредить родителей, бабушек и дедушек о последствиях подобных гонок. Такой рейд проходит традиционно с наступлением лета и каникул. А ты правила дорожного движения вообще знаешь? Ну мы вот тебе выдадим памятку, в которую ты изучишь, да? И правила дорожного движения нарушать ни в коем случае не будешь. До 14-летнего возраста тебя на дороге общего пользования быть не должно. Ты не должен выезжать. Иначе ты станешь полноценным участником дорожного движения. А тебя там быть не должно вообще. Понимаешь? Да, я это все знаю. Не просто памятки и напоминания. С каждым владельцем средства индивидуальной мобильности серьезный разговор. Нужно знать правила, соблюдать их, быть аккуратным. В первую очередь участники рейда посетили места, откуда чаще всего поступали сигналы о правонарушениях. Парки, пляжи, скверы. Выявленные нарушения, они рассматриваются на заседании комиссии. Несовершеннолетние и их законные представители привлекаются к административной ответственности. Дмитрий Газин, Евгений Цветков, Григорий Дупанов, Андрей Шевченко. Клинцы. Юные легкоатлеты со всех уголков области разыграли медали первенства региона. О насыщенной двухдневной программе соревнований в нашем следующем сюжете. Два дня на стадионе Десна 200 юных спортсменов из всех районов нашей области выясняли, кто из них поднимется на пьедестал. Потренировался, подготовился, разминку сделал. Все хорошо. Цели какие? Цели? Ну, первое место занять сегодня. Классическая программа соревнований. Беговые дисциплины, толкания, прыжки в длину и высоту. Закончила с результатом метр двадцать пять. Следующая высота метр тридцать пять. Идет на заморозе. Двенадцать пятьдесят девять. Два года дошина. Двенадцать шестьдесят. Самые сильные, быстрые и гибкие легкоатлеты своего поколения. Две возрастные категории. Юноши и девушки 2007-2008 годов рождения и 2010-2011. Как нужно кидать дальше? Подскажи нам. Скорость и силы в руках. Участвуют как бы все сильнейшие наши спортсмены. Потому что недавно прошло центральный федеральный округ. И уже наша команда Брянской области уже целенаправленно готовится к первенству России среди юношей, который будет в Смоленске 28-30 июня. И у нас команда полностью попала на финал спартакиады, который пойдет в Краснодаре в конце июля. Особенно отличились в прыжках Егор Игнатьев и Елизавета Толкачева. В беге лучшими стали Варвара Емельянова, Владимир Квасов, Кирилл Новиков, Виктор Левченков, Брянск. Уже во второй раз в Карачевском районе прошел туристический слет среди молодежи. Семь команд, среди которых студенты и сотрудники предприятий соревновались в силе, выносливости и туристических навыках. Полоса препятствий, перетягивание каната, организация туристического быта и многое другое. Какие еще испытания ожидали участников, расскажет наш корреспондент Дмитрий Белов. Туристический слет среди молодежи Карачевского района проходит уже во второй раз. И организован при поддержке генерального директора ООО «Приосколья Брянск» Александра Семернева. Участвуют семь команд. Это почти 90 активных, любящих спорт и туризм студентов и сотрудников предприятий. Лагерь разбит, обед уже готовится. Осталось определить порядок прохождения первого испытания. Разбираем номера. Все, последний забрали. Самый счастливый. К слову, за эти дни участников ждет много состязаний. Это полоса препятствий, перетягивание каната, сборка-разборка автомата и многое другое. Переноска пострадавшего, метание гранаты. Мы ввели новое в этом году. Затем будет опять же новый вид состязаний. Это биатлон. То есть это бег по кругу и стрельба из винтовки. Перетягивание канат. Это все будет в этом году. Ну и, конечно, визитная карточка команды. На следующий день будет сборка-разборка автомата и дартс. Первая команда стартует! Самое сложное и самое зрелищное состязание первого дня – полоса препятствий. Канаты, метание гранат, бревно, паутина, пеньки и пропасть. Всего шесть испытаний на силу, ловкость и выносливость. Кроме состязаний, участников слета ждут спортивные игры, песни под гитару и общение на свежем воздухе. Тур «Слет» собрал самых активных молодых жителей Карачева. Жизнь студентов не только сводится к посещению учебных занятий, изучению материала, который предоставляется для этого, но и такая жизнь внестуденческая, имеется в виду внеучебная жизнь, она очень важна. В Орловском состарственном университете этому уделяется огромное внимание. У нас очень большое количество мероприятий проводится, у нас очень большое количество всерозможных студенческих объединений и образований. В этом году «Тур «Слет» стал межрегиональным. Впервые принимают участие ребята из Орла. Проводили спортивные мероприятия у нас, а сегодня мы уже здесь. Шесть утра, из Орла. Все здорово, красиво, интересно, соревнования увлекательные. Будем участвовать, наверное, в будущем. Приехали на «Тур «Слет» для того, чтобы сплотиться всеми нашими командами в одну целостную большую команду и получить, конечно же, положительные эмоции. Очень нравится участвовать как в соревнованиях, так и в представлении команд. За него мы в прошлом году заняли первое место и получили специальный приз. В этом году первое место заняла команда студентов Карачевского филиала Орловского госуниверситета. Дмитрий Белов, Алексей Рязанцев, Карачевский район. В Брянске в преддверии Дня России открылась уличная выставка. Среди экспонатов – репродукции картин из фондов областного художественного музейно-выставочного центра, объединенных одной тематикой. Семья – главный наставник жизни. Курган «Бессмертие» – излюбленное место семейного отдыха. А потому экспозицию областного художественного музейно-выставочного центра разместили именно здесь. На планшетах обыденные сюжеты прошлого столетия, так или иначе относящиеся к общей тематике – семья. Подбирая работы для этой выставки, это первый наш опыт, уличная экспозиция, мы подходили более ответственно для того, чтобы отразить все очень интересные и важные моменты в жизни человека. Среди экспонатов – репродукции картин мастеров отечественной живописи и графики второй половины XX века, в том числе несколько работ братьев Ткачевых. Передвижной выставочный проект будет представлен на Кургане «Бессмертие» не меньше месяца. Организаторы надеются, что жители и гости областного центра не только воспользуются случаем рассмотреть экспонаты в деталях, но и захотят увидеть оригиналы этих и других работ непосредственно в областном художественном музейно-выставочном центре. Ольга Макушникова, Алексей Рязанцев, Брянск. Посмотреть мини-копии «Ласточкиного гнезда», «Великой китайской стены», «Биг Бена» и еще десятка других памятников архитектуры в эти дни можно в областном художественном музее. Там проходит выставка «Архитектура на ладони» работы студентов первого курса строительного колледжа. В течение первого семестра студент выполнял эту работу, то есть четыре месяца у него было затрачено на подготовку этого макета. А, к сожалению, сейчас автор находится на квалификационном экзамене, поэтому не смог присутствовать на торжественном открытии выставки. Не пришли на открытие выставки и авторы других работ. Время экзаменов. Сергей Ланцев в строительном колледже преподает историю архитектуры. Его студенты из бумаги и картона создают мини-копии памятников архитектуры разных эпох. Он автор выставки и за семь лет ее существования сделано уже более двухсот макетов. Здесь на макете представлен Потальский дворец. Особенность этого макета – студент попытался воспроизвести рельеф местности. Это горная местность, во-первых. Довольно-таки очень сложный такой момент воспроизведения макета. И непосредственно саму резиденцию Далай-Ламы, которая включает в себя именно основную композицию архитектурную Потальского дворца. Раскройки деталей макета делают сами студенты – печать, вырезка, сборка. На базе колледжа имеется компьютерный центр, где есть небольшая мини-типография. Поэтому студентам оказывают поддержку в плане цветной печати на плотной бумаге для того, чтобы можно было создавать такие макеты. Ласточкино гнездо, Великая китайская стена, замок Белой цапли, башня Вифлеема, Биг Бен. В экспозиции этого года более 30 миниатюр – замки Европы и Азии. Я почти во все эти объекты уже видел и бывал там непосредственно. Вы знаете, они действительно передают географический образ. И этот образ при путешествии сразу возникает у человека. Вот, допустим, дворец Потала тут представлен в Тибетске, в Алхасе. Вот эти здания подъемные, то есть его не спутать ни с чем. Очень хорошая работа в плане архитектуры, потому что, я думаю, очень тяжело что-то похожее сделать. Мне очень понравилась выставка, хорошо сделана. Ребята молодцы. А сами бы вы смогли так сделать? Ну, я думаю, мы будем похожее что-то делать, поэтому думаю, да. Мне безумно понравилась эта выставка, она меня прямо вдохновляет как дизайнера. Это все очень оригинально. Я думаю, что ребята вложили много души, терпения. Очень интересно видеть то, что в разных странах чувство гармонии, ну, развитие архитектуры очень разное. Смотря, к примеру, на Китай, Японию и на данный экспонат, очень интересно видеть то, что люди по-разному видят искусство. Студентам-участникам выставки проекта «Архитектура на ладони» приятный бонус от преподавателя. Экзамен автоматом. А посмотреть мини-копии мировых шедевров можно в областном художественном музее до 1 июля. Армен Марукян, Анатолий Чикрыгин, Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова